Всем большой привет, друзья! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Это Realme GT3, флагман от компании Realme 2023 года, но один из самых просто быстрых и реактивных смартфонов, которым я вообще когда-либо пользовался. Если вам нужен ультра-быстрый флагман, вот это как раз-таки Realme. Система настроена таким образом, что он моментально реагирует на все ваши прикосновения, ну а, соответственно, мощный процессор, память и все остальное работает максимально быстро и дает крутой результат. Но спустя полгода, после того, как начались продажи Realme GT3, в Китае представили продолжение этого смартфона, это Realme GT5. Цифру 4 пропустили, потому что в Китае она звучит как умереть. Короче, Realme GT5 очень похожий на Realme GT3, однако проапгрейдженный, более мощный, более интересный. И самое крутое, конечно же, это то, что у него в Китае невероятная цена. 520 долларов за версию на 1 терабайт, скорость 240 ватт зарядки, экран 144 герца. Ну, представляете, да? В общем, мощнейший смартфон. Давайте я вам расскажу, что он из себя представляет, потому что, скорее всего, Realme GT5 к нам так или иначе придет. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. В общем, меня зовут Фил, ты канал Честный Блог. Погнали! Значит, первое, что я хочу сказать, действительно, компания Realme научилась делать очень быстрые смартфоны. И вот Realme GT3, или его китайский вариант Realme GT5, это, конечно же, очень быстрые смартфоны. И я думаю, что новый GT5, конечно же, будет продолжать эту традицию. Мне что еще нравится, что он очень похож по дизайну на этот смартфон. То есть, есть некое продолжение. И мне нравится, что, ну, смартфоны выглядят, ну, грубо говоря, узнаваемо, да? То есть, ты понимаешь, что это Realme. Прикольно также, что в новой пятерке встроен специальный светодиодный индикатор, который имеет возможность мигать, менять цвета, реагировать на ваше нажатие. Когда вам звонят, он мигает. Когда вы заряжаете, он мигает. Когда вы играете в игры, и когда включаете Realme GT, это все отображается на этом LED-индикаторе. Понимное дело, что в целом это баловство, но все равно прикольно. И я бы сказал, что смартфон стал выглядеть такой чуть более лакшери, чем троечка. Причем телефон начал продаваться в двух вариантах. Первый вариант это 24 гигабайта оперативной памяти. Во-первых, просто вдумайтесь. 24 гигабайта оперативной памяти. Уверен, что у вас у многих на ваших компьютерах или ноутбуках там 8 или 16. Здесь 24 гигабайта памяти, 1 терабайт встроенной памяти, аккумулятор на 4600 мАч и зарядка в 240 ватт. 240 ватт этот смартфон заряжается, ну, примерно минут за 10-12 в зависимости от разных условий. Ну, как всегда, у всех немножечко по-разному заряжается. Но, понятное дело, что очень быстро. Это вот один вариант смартфона. А есть другой вариант смартфона, у которого зарядка в 150 ватт. При этом аккумулятор гораздо больше, 5240 мАч. Но там нету версии на 24 гига и 1 терабайт встроенной памяти. Там есть 12.256 и 16.512. Ну, в целом, тоже очень хорошо. Особенно за цену в 410 долларов. 410 долларов это минимальная цена за 12.256. Сам смартфон, конечно же, работает на самом последнем Snapdragon 8 Gen 2. Естественно, самая быстрая память LPDDR5X, накопитель UFX 4.0. Короче, это максимальный топ. Плюс там еще и система охлаждения, которая называется iScore. Это порядка 20 тысяч квадратных миллиметров охлаждения. Ну, я думаю, что когда этот смартфон окажется у меня, мы протестируем его, насколько он нагревается. По своим габаритам и материалам корпуса, этот смартфон пятерка не сильно ушла далеко от тройки. 205 граммов весит. Толщина 8,9 миллиметров. А диагональ дисплея 6,74 дюйма. Это AMOLED. Отображение одного миллиарда цветов. HDR10+, поддержка. Скорость 144 Гц. Скорость тача 2000 Гц. Это, соответственно, он моментально реагирует. Это особенно важно для тех людей, кто любит играть в игры. Для кого просто миллисекунды имеет значение. Разрешение 1240 на 2772 пикселя. Это 451 точка на дюйм. Ну, тоже очень хорошо. Знаете, что меня еще очень радует по корпусу? Это то, что компания Realme сделала переезд. И вот кнопки громкости, которые компания Realme очень долгое время размещала на одной стороне, а кнопку питания на другой стороне. И я всегда говорил, что надо, чтобы все было под большим пальцем. Компания Realme услышала своих фанатов. И поэтому все теперь под большим пальцем. Как кнопка питания, так и кнопки громкости. Яркость у смартфона 1450 нит. Это не самый яркий смартфон. Зато частота ШИМ 2160. Соответственно, вашим глазам будет комфортно смотреть на этот яркий, быстрый экран. И еще компания гордится очень тонкими ранками по бокам. 2,31 мм снизу, а по бокам 1,46 мм. Но на самом деле было бы хорошо, если по периметру все было вообще одинаково. Было бы тогда идеально. В общем, понимаете, да, по системе здесь все максимально быстро. Естественно, это 13 Android и Realme UI версия 4.0. Кстати, в системе есть специальный чип, который называется X7. Он отвечает за правильное отображение 144 Гц, особенно в играх. Здесь поддержка самого последнего Wi-Fi. Это седьмого, а также Bluetooth версии 5.3. И еще сверху есть инфракрасный порт. Ну, ровно так же, как и в тройке. NFC тоже присутствует, соответственно, бесконтактная оплата возможна. А вот что касается бендов, пока не очень понятно. Но наверняка все-таки в китайской версии. Либо седьмого, либо двадцатого бендов. А может быть, обоих не будет. По крайней мере, так было именно с Realme GT Neo 5. А вот USB снизу остался таким же, не очень быстрым, USB версия 2.0. По камерам. Основная от компании Sony, а это IMX 890. Это сенсор, который устанавливался на топовые смартфоны компании OnePlus. Например, OnePlus 11. Или, например, на iPhone 2 здесь тоже стоит 890. 50 мегапикселей, 1.9 апертура. Есть фазовый автофокус и есть оптическая стабилизация. К сожалению, компания Realme по-прежнему считает, что нужен еще только сверхширокоугольный модуль, а вот телевичок для портретиков не нужен. Я бы, честно говоря, уже давно бы рекомендовал компании Realme немножечко на эту тему задуматься и как бы сделать, например, цену на 100 долларов подороже, то чтобы это был прямо камерафон, чтобы можно было делать классные портретики. Этого очень не хватает. Я не знаю, почему компания Realme вот как бы на это забивает, с учетом того, что у всех остальных флагманов, у китайцев, у корейцев, у айфона, у всех есть телевичок. В общем, на 8 мегапикселей есть сверхширокоугольная камера и еще есть заглушка на 2 мегапикселя. Это вообще, честно говоря, стыдновато. Можно снимать видео 4К 30 и 60 кадров в секунду, но здесь, в общем, как обычно. Фронталка на 16 мегапикселей, как всегда, не может снимать 4К, только Full HD 30 кадров в секунду. Естественно, есть стереодинамики, поддержка высококачественных кодеков. Ну, в общем, такой практически полноценный флагман. Не хватает влагозащиты, не хватает беспроводной зарядки. Естественно, нету карточки памяти, можно использовать две сим-карты, но зато шикарная цена. Еще расскажу, что версия на 12.256 там в Китае начинается от 410 долларов. Максимальная версия на 24.1 терабайт стоит 520 долларов. Я надеюсь, что мы с Василием для вас раздобудим этот смартфон максимально быстро. И, ну, посмотрим, на что он способен. Потому что, с одной стороны, телефон-то, конечно же, не камерафон. Но, с другой стороны, вот, например, Realme GT 3 показывает очень хорошие результаты по основной камере, если сравнивать с Samsung, там, с iPhone и так далее. Собственно, на этом все, друзья. Интересно узнать ваше мнение. Что вы думаете, в принципе, по поводу компании Realme? Что вы думаете по поводу ее флагманов? Нужны ли телевички? Или я вообще зря об этом говорю, и никакой телевичок не нужен? Основная камера этого достаточно. В общем, напишите, что вы думаете по поводу этого смартфона. Ну, а я вам говорю огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаждах, которыми пользуюсь или которыми буду пользоваться. Меня зовут Фил, это Честный Блог. Берегите себя и своих близких. Всем счастливые. Пока.